Собирать юрты Харабай Курбаев научился еще в детстве. Увлечений, говорит, никогда не бросал. А вот с бизнесом было всегда нелегко. Перепробовал разные до тех пор, пока не осознал. Ниша сборки юрт пустует. Так и появился цех. А со временем и работники. У меня трудятся пять односельчан. Заказы идут и, соответственно, зарплату выплачиваю вовремя. Например, сейчас у нас большой заказ из Усть-Каменогорска. К весне мы должны изготовить 20 казахских юрт. За два года мы собрали уже 150 юрт. В основном заказывают дехкани и чабаны. Каркас юрты мастер делает из карагача и ивы, который покупает у своих односельчан. Затем деревянные части юрты проходят длительный процесс обработки. Сюда мы наливаем воду и разжигаем огонь. Там все наполняется паром и пропитывается. А дальше на сушку. На пару держим от двух до четырех часов. Если дерево тонкое – два часа, а если толще – тогда четыре. Сейчас существуют различные типы станков для резки древесины. Но пока мастер делает все своими руками, без каких-либо современных приспособлений. Юрты из Келесского района пользуются спросом по всей стране. Поэтому Карабай Хурбаев решил расширить производство, получив льготный кредит по программе «Аул Аманата». Семья намерена установить юрты в туристических зонах, чтобы продвигать наследие кочевой культуры и национальные ценности. Мы планируем открыть большой цех, раз спрос на продукцию есть. Тем более, здесь, в горной местности, открывают все новые туристические зоны. И, я думаю, будет очень уместно, если расставить юрты в национальном стиле и приглашать туристов. По программе «Аул Аманата» на селе каждый может попробовать начать бизнес. К примеру, в нашем ауле очень много рукодельниц. В Туркестанской области благодаря программе «Аул Аманата» десятки мастеров смогли открыть свое дело, обновить оборудование и закупить материалы. Начинающим предпринимателям дают кредиты под низкий процент. В прошлом году по этой программе в регионе профинансировано свыше трех тысяч проектов на почти 20 миллиардов тенге. В результате было открыто порядка трех с половиной тысяч рабочих мест. Шудин Саидов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.